В 1981 году, когда президентом стал Франсуа Мертан, Франция попросила у Египта исследовать мумию фараона. За исследование принялись многие ученые из различных отраслей медицины и археологии. Главой хирургов и главным ответственным лицом за исследование был Морис Букай, основной задачей которого было понять, как же погиб фараон. Тело Рамзеса II было отличным от других забальзамированных тел. Неожиданностью для исследователей стал тот факт, что когда они стали распеленывать тело, левая рука неожиданно поднялась вверх. Как если бы те, кто занимался бальзамированием тела, с силой уложили руку фараона в такое положение. Результаты исследования показали профессору Морису, что фараон погиб утонув. Так как на рентгеновском снимке были видны остатки соли на теле фараона, а кости были переломаны без видимых следов повреждения кожи. Что указывает на то, что кости были сломаны под воздействием веса воды. Все это служит доказательством того, что его тело было извлечено из моря сразу же после того, как он утонул. Профессор Морис уже стал представлять, как будут пестреть заголовки газет после проведения исследования. Но один из ученых шепнул ему, не торопитесь, месье Морис, мусульмане уже 14 веков назад знали, что фараон умер утонув. Профессор отмахнулся от этих слов, уверенный, что такое невозможно, кроме как при наличии новейших медицинских и исследовательских аппаратов. Тем не менее, эти слова глубоко запали в голову профессора Мориса Букая, и он, просидев всю ночь перед телом фараона, решил, что обязательно должен съездить в какую-либо исламскую страну. И поговорить с учеными-мусульманами, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Так он и поступил, пока не нашел человека, который открыл ему Коран и прочитал следующие строки Аллаха. Сегодня сохраним твое тело, чтобы ты был для последующих народов знамением. Но многие из людей не замечают наше знамение, Сура Юнус, Аят 92. Эти строки поразили профессора Мориса Букая, и он встал, пошатываясь между собравшимися, с криком. Я вошел в ислам. И уверовал в этот Коран.